Нас часто спрашивают, какой эффект дает внедрение CRM в отделе продаж. Существуют ли реальные доказательства, что это того стоит? Мы решили провести эксперимент. На примере конкретной компании измерить и показать, чего можно ожидать от внедрения простейших процессов работы следами и CRM-системой. Мы взяли одного из потенциальных покупателей АМА-СРМ, школу танцев ФАА Беллот, и предложили им стать объектом нашего исследования. Танцевальная студия – пример удачный. Это услуги B2C с относительно высоким чеком и достаточно длительным циклом продажи. Проще говоря, три менеджера и руководитель – типичный бизнес с типичным отделом продаж. Идея исследования простая. В течение одного месяца мы будем измерять все основные показатели отдела продаж. После подсчетов мы внедрим в компанию CRM и спустя месяц замерим эти же показатели снова. Мы сравним цифры до и после внедрения и определим, какой эффект дает CRM. Когда ребята из АМА-СРМ предложили поучаствовать в эксперименте, я, недолго думая, согласилась. Конечно, как руководителю мне было интересно, что из этого получится. И я даже не подозревала, как много нового я могу узнать о своем отделе продаж. Наши исследователи в течение месяца просто измеряли основные показатели, никак не вмешиваясь в работу. Мы считали входящие обращения, слушали телефонные разговоры, сами фиксировали каждого клиента. На этом этапе исследования наша задача была предельно аккуратно посчитать показатели, не оказывая на них никакого влияния. Итак, после месяца измерений мы получили первые цифры. 970 входящих запросов по всем каналам, 120 успешно закрытых сделок, конверсию, равную 12%, двухнедельную среднюю продолжительность сделки от первого обращения до закрытия и средний чек в 20 тысяч рублей. После месяца измерений наша задача была внедрить в отделе продаж CRM-систему и набор базовых процессов. Мы ввели три простых правила. Правило номер один – фиксировать все входящие лиды. Для начала мы сделали так, чтобы все входящие запросы проходили через отдельного человека. Он должен был записывать контакты каждого потенциального клиента и далее переводить звонок на менеджера по продажам. Наше второе правило – ввести каждый лид по воронке продаж от этапа к этапу. Мы выделили воронку продаж, состоящую из четырех этапов – первичный контакт, первый визит, ознакомительный урок и оформление абонемента. Раньше каждый менеджер пытался сразу продать потенциальному клиенту услуги школы. Теперь он должен был просто перевести лид на следующий этап продажи. Теперь при первом обращении менеджер делал все, чтобы клиент посетил школу лично, рассказывал про ее преимущества, продавал не подписку, а визит. Во время визита менеджер уговаривал клиента прийти на пробное занятие. И только после ознакомительного занятия клиенту предлагали заключить контракт. Факт прохождения клиентам каждой стадии сделки фиксировался в CRM. И наше последнее правило – по каждому лиду должно быть запланировано действие. Мы вместе с руководителем отдела продаж приучали менеджеров к простой мысли – если по лиду не запланировано никакого действия, значит ему никто не продает, значит нет продаж. Перезвон, напоминание о себе, неоднократное приглашение на просмотр клуба – именно этот длительный процесс, а не само заключение сделки, называется продажей. Нам потребовалось пара недель, чтобы ввести эти три правила и перейти к финальной части эксперимента. Замерить все те же показатели в течение 30 дней еще раз, но уже после внедрения CRM. Зафиксировать контрольные измерения после месяца работы в CRM нам было гораздо проще. Теперь все данные можно было просто взять из системы. Однако для чистоты эксперимента было важно проверить все показатели по альтернативным источникам. Мы использовали данные СТС и замеры наших специалистов в течение тех же 30 дней. И вот что мы получили в итоге. Количество входящих лидов оказалось чуть меньше, видимо, сказалось сезонность, теперь их стало 820. Однако успешно закрытых сделок было уже 173 или 17 процентов. При этом средняя продолжительность сделки изменилась незначительно и составила 17 дней. Заметно вырос средний чек, так как теперь клиенты стали заказывать расширенные пакеты услуг и оплачивать большие сроки обучения. Он составил 25 тысяч рублей. Когда этот эксперимент был закончен, я была приятно удивлена результатом. Оказалось, что получить дополнительные продажи можно не только увеличивая рекламный бюджет, но и работая с уже имеющимися клиентами. Мы проводили это исследование в течение двух месяцев и теперь можем с уверенностью утверждать. Внедрение CRM приносит 40 процентов роста конверсии и 25 процентов роста среднего чека. В сумме это увеличивает продажи на целых 120 процентов. Только вдумайтесь, несколько недель. Набор элементарных правил и CRM-система за пару тысяч рублей в месяц позволили удвоить продажи исследуемой компании.